Эдуарду Евграфовичу 77 лет, а показатели артериального давления как у молодого парня 120 на 80. Выглядит мужчина бодро, по-спортивному, да и чувствует себя отлично. А это, по его мнению, лучшая мотивация вести здоровый образ жизни, придерживаться которого врачи и фармацевты призывают всех людей в возрасте. Во многих аптеках города уже на протяжении трех дней проходит акция «Ко дню пожилых людей. Узнай свое давление». Цель этого мероприятия, собственно говоря, в том, чтобы человек, придя в аптеку, мог померить свое давление, получить консультацию у врача, измерить свой вес и ознакомиться с теми биологически активными добавками или с иными товарами аптечного ассортимента, которые способствуют профилактике заболеваний. Фармацевтические работники доступны для населения, для того, чтобы дать консультацию практически круглосуточно. Мы работаем и в рабочие дни, и в выходные дни, и в праздничные. И даже у нас есть две ночные аптеки. То есть в любом случае без помощи человек не останется. Но будьте здоровы. Всегда знать свое артериальное давление, массу тела, соблюдать правильное питание и поддерживать здоровый образ жизни – эти советы всем пожилым посетителям аптеки давала квалифицированный врач-терапевт. Например, 76-летнюю Лидию Прокопьевну беспокоит сердце, есть отдышка, хотя давление в норме. После консультации с врачом бабушке предложили выпить порошок магний с витамином В6. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний мы боремся с факторами риска. Это с гиподинамией. Пожилые должны ходить, активно вести свой образ жизни, знать свой вес и контролировать в основном давление. С каждым пациентом мы беседуем, расспрашиваем его о образе жизни и рекомендуем ему, как вести в обычную жизнь. О питании разговариваем, о сне, о ходьбе. Даем памятки, которые он может изучить и придерживаться. В ходе акции люди могли не только узнать свое артериальное давление и проконсультироваться с врачом, но и продегустировать различные витамины. Сотрудники аптеки не раз подчеркивали, что болезни легче предупредить, чем лечить. Некоторые же пожилые люди считают, что сила молодости здоровья не в препаратах, витаминах и профилактике, а в движении. Я постоянно делаю зарядку и бегаю. Мне 77 лет. Играю в баскетбол, играю в баскетбол. Ну как, два раза бегаю в неделю и два баскетбола. У нас сейчас в республике хорошая материальная база для спорта с детства. Надо добиться, чтобы наши молодые люди с детского возраста растили себя для последующей жизни. Это такое есть пожелание. Проблемы активного долголетия особенно актуальны сегодня. Медицина не владеет эликсиром молодости. Поэтому, чем раньше человек начинает заботиться о своем здоровье, тем больше полноценных лет себе обеспечивает. Вероника Цыганок, Сергей Печерица. Новости Гродно+.